Здравствуйте! В эфире программа Автолайф, где мы смотрим на жизнь через лобовое стекло автомобилей. Поехали! Какой водитель не мечтает проверить на прочность свое авто? Именно для любителей скорости 7 лет назад был создан турнир, в котором теперь могут потягаться между собой обладатели любых машин. Теперь впервые этап соревнований прошел в Рязани на автоспортивном комплексе Атрон. В молодших классах можно ехать практически на всем абсолютно, то есть на совершенно гражданских автомобилях. Единственное, что есть требования по безопасности. Для гражданских машин это наличие обычных ремней безопасности, исправно работающая тормозная система, головной свет и шлем для пилота. Переделанные авто должны отвечать большим требованиям. А вот лошадиные силы роли не играют. 70 или 400 в любом случае можно участвовать, поскольку машины и заезды делятся по классам. Восемь классов участвуют сегодня четыре класса. Мой сити трек, есть сити стрит, это класс младшая. Так, а по-русски как-нибудь это переводится для обычных граждан, чтобы они точно поняли? Для обычных граждан мощность вес. За годы существования в турнир добавилось семь новых классов. Участники начали строить каркасы безопасности, работать над аэродинамикой и скоростью автомобилей. Мы создаем некую ступеньку людей от любителей к профессионалам и всем говорим, что нет гонок на дорогах общего пользования, есть гонки на автодромах. Приезжайте, участвуйте и возможно именно вы поедете в чемпионате России по польцевым гонкам при нашей поддержке. Этот же турнир проходит в формате тайм-атак в два дня. Представитель рязанской команды объяснил, как это происходит для каждого отдельного участника. У меня выделяется пять заездов, они длятся по отметке семи кругов. Первые три круга это примерно прогрев, потом уже боевые идут и три-четыре боевых получаются и остывочные. В итоге за день проезжается порядка 35 кругов, из них наверное 15-20 это прогрев. То есть я к чему веду, что это 15 всего лишь тех зачетных кругов, в которых можно получить свое время. Только одно лучшее время из 35 кругов идет в зачет. В первый день рекорд в своем классе и второй результат среди всех автомобилей показал один из рязанцев. Мы всю зиму старались делать ее лучше, быстрее, легче. Плюс руки вчера встали как правильно, все нормально стало. Руки стали понимать куда рулить, в общем все хорошо. Второй день для рязанца, выступавшего на этом же авто, не задался. С самого утра начались проблемы с электрикой, машина не заводилась, затем пробили колесо. Потом забыли закрыть капот, который в начале заезда открылся и разбил лобовое стекло. Взлетал капот, что-то еще. Взлетал капот, да, классическая ситуация, когда один открыл, а второй поехал. Абсолютный же рекорд трассы 51,8 секунды поставил этот BMW. Выступавший во втором по крутости классе после Unlimited. Здесь в основном машины не столько мощные, сколько они должны быстро поворачивать. Как говорили великие гонщики, гонки выигрываются в поворотах, а не на прямых. То есть в этой машине все сделано максимально для быстрого прохождения поворота. Здесь-то как раз ребята потрудились и над аэродинамикой. Они создали крыло, повернутое вверх ногами, проходящее через всю машину. Это элемент аэродинамики, то есть продолжение с носа берет, воздух поток до сюда выходит и, соответственно, здесь, скажем так, отделяется уже от машины, тем самым придает и дополнительное прижимное силу. Летит не отрываясь от земли, а вот в классе Unlimited такого не встретишь. Там другие нюансы. Я как бы могу передать ему слово, и он вам подробно как бы расскажет. А можно я верну слово? Нет. Давай, ты как бы расскажи. А, вы сами? Вот и держать. Так, вы мне расскажите, что, почему у нее вот колесики укутаны? Мы поставили грелки, чтобы выезжать уже на теплых прогретых шинах и не прогревать их на треке, не терять трек-тайм и кататься в свое удовольствие, получать удовольствие. Еще в этой машине улучшили каркас безопасности. Теперь он на восьми точках. Сидения, руль, ремни безопасности амалогированные. То есть, соответствуют установленным международным стандартам безопасности. Мы должны соответствовать регламенту и мы должны заявлять, что у нас и где. Если мы что-то поменяем в моторе, мы должны будем прийти и сказать, мы это поменяли. То есть, у нас сильно улучшатся времена, нас могут просто прийти, вскрыть мотор, проверить, что там не так и не допустить к следующему этапу. После Рязани абсолютно все пилоты имеют право принять участие в оставшихся семи этапах. Через две недели Смоленск, потом через месяц Нижний Новгород, дальше еще планируется Казань, подмосковный автодром Мечково и может быть Грозный, может быть. Пока это под вопросом. Какой автодром вам больше всего нравится из всех этих городов? Ну, родной, Атрон, конечно. Так долго его ждали и очень счастливы, что он у нас появился. Несмотря на то, что Рязань принимает соревнования впервые, участники и организаторы остались в восторге от автоспортивного комплекса. И неспроста. Автодром Атрон признан лучшим в России по итогам прошлого года и не собирается сдавать позиции. Шикарный автодром. Здесь самая лучшая инфраструктура среди всех российских автодромов. Очень удобно. Наличие гостиницы, наличие хорошего кафе, хорошего питания. Никуда не надо ездить, не надо рано вставать, добираться до автодрома. Просто супер. Очень круто, не ожидал даже. На самом деле очень хорошо. И логистика, и сам трек, и люди принимают. Ну, в общем, пока только одни положительные эмоции. Мы провели консультацию с РАФ. Нам сказали, что да, этот автодром может принимать АМАТАК. Поэтому мы спокойно сюда приехали. И, как показала практика, оказались правы. Чему рады. И всем советуем сюда приезжать. Рязань, гостеприимное место. Очень хороший автодром. Здесь же проходят соревнования по картингу, ралли-кроссу, русская дрифт-серия. Однако еще пять лет назад гонщики могли только мечтать о таком месте. Ну, диалог по созданию гоночной трассы в области начался где-то в 2012 году. То есть непосредственным вдохновителем был Дмитрий Викторович Малахов. На сегодняшний день он продолжает. Он тогда выступал в профессиональных гонках. Да, и на сегодняшний день он выступает. И в 2012 году было принято решение приступить, ну, не то чтобы к строительству, но, по крайней мере, к созданию проекта автодрома. Так что развитие автоспорта в Рязани идет в гору благодаря таким людям, как Дмитрий Малахов. В декабре 2016-го он стал президентом Федерации автомотоспорта Рязанской области. А сейчас Дмитрий планирует продолжить борьбу за звание чемпиона России по ралли-кроссу. В 2015 году он сумел получить этот титул. Соответственно, в прошлом году он стал серебряным призером. И в этот год он также планирует ехать в чемпионат России именно по ралли-кроссу. Ну, я думаю, что в этом году будем биться только за золото. Соответственно, если в 2015 год был это первое место, в 2016 год получил второе место, наверное, хочется вернуть себе в кубок первого. В эти дни на автодроме состоялось тестирование автомобилей, которые выступят в первом этапе чемпионата России по ралли-кроссу. Среди них была машина и Дмитрия Малахова. Об этом и многом другом смотрите далее. Ралли-кросс – вид гонок, зарекомендовавший себя не только среди спортсменов. Для зрителей большим удовольствием является наблюдение за контактной борьбой, скоростью, а также тактическим мышлением соперников. Фишка в том, что это очень зрелищно. Здесь мало кругов, трасса достаточно маленькая. Зрителям видно всю трассу с каждого места, и они видят всю борьбу. Тем более то, что дистанция достаточно маленькая, пилоты не успевают растянуться, и от этого происходит то, что нравится зрителям – контакты, обгоны, зрелищность. Егор Санин – чемпион России и обладатель Кубка Европы по ралли-кроссу 2015 года. На тот момент ему было 16 лет. Сейчас, перед началом первого этапа чемпионата России 2017 года, который состоится в Рязани на автоспортивном комплексе «Атрон», он в числе лучших гонщиков страны приехал сюда, чтобы протестировать и настроить свой автомобиль. В чемпионате России у нас есть три трассы. Это Белый колодец в Воронеже, трасса в Казани, Высокая гора, и здесь, в Рязани, «Атрон». Очень недавно построили, очень хорошую трассу. Эта трасса подходит для ралли-кросса, организаторы очень постарались и сделали хороший гравийный участок. Тот же трамплин и поворот с перепадом высот дает о себе знать. И также, конечно же, инфраструктура, боксы. Ну, ни одной еще такой трассы у нас в России не было, чтобы так было хорошо здесь все развито. Здесь же Егор тренирует и совсем еще юных спортсменов. Любопытно, что сесть за руль кузовного автомобиля и принять участие в чемпионате России по ралли-кроссу можно, начиная с 12 лет. Егор нужен, он... Ну, я первый раз ведь на этой машине еду. Он-то в ней уже... Ну, на таких примерно много ездил. Он мне показал, где как ехать, и я гораздо быстрее стал. Ну, тут у меня рядом сидушка стояла, и он со мной ездил, мне показывал, как. У ровесников Ильи, выступающих в классе Д2 юниор, в текущем сезоне произошли изменения. До этого ребята ездили на маленьких автомобилях АК. Теперь же юноши и девушки перешли на калины. Кстати, прекрасная половина человечества даже в юном возрасте очень хорошо показывает себя в гонках. Вот у нас в выходные проходил кросс, в Воронеже у нас, и как раз девочка выиграла нас всех. Среди совсем юных участников на чемпионате России по ралли-кроссу выступят примерно 12 человек. И в основном все они, как и Егор, ставший обладателем Кубка Европы по ралли-кроссу, начинали спортивную карьеру с картинга или мини-багов. Мне было 5 лет, начал я заниматься на таких маленьких багги. Они специально были построены для детей. И мы ездили по Агравию. Ну, были такие своеобразные детские соревнования, они и сейчас вроде как существуют. Есть два пути, то есть это мини-багги и картинг. Ну, сначала мы выбрали мини-багги, а затем уже перешли также в картинг. Одной из отличительных черт автоспортивного комплекса Атрон является развитие такого направления, как картинг. Тренеры работают с совсем еще юными спортсменами, которые занимаются в Академии Микро, начиная с 5 лет. Ареал спортсменов, за которыми очень интересно наблюдать, вот это люди, которые делают только-только первые-первые шажочки в профессиональном автоспорте. Они полноценные участники этапа чемпионата России по картингу. Единственное отличие таких участников от взрослых спортсменов в том, что их гонки проходят в формате учебно-тренировочных сборов. Кроме практики, на трассе они изучают поведение на треке, правила обгона, сопутствующие команды и судейские сигналы. Ну, изначально автодром задумывался, да он и сейчас, наверное, да, позиционировался как детско-социальный проект, да, потому что изначально мы думали про развитие детского автоспорта в области, в регионе. Хотели, конечно, построить автодром, который был бы лучшим в России, у нас это получилось. И на сегодняшний день, ну, что касается среди, наверное, картодромов, да, мы, наверное, самые любимые, я не побоюсь этого слова, со всей России. Есть хорошие дороги в России, но на сегодняшний день мы, наверное, лучше всех. Весь автодром в целом также вносит большой вклад в развитие российского авто-мотоспорта. У нас есть гранды за лучший картодром 15-го года, лучший автодром 16-го года, за вклад в развитие автоспорта России, да, у Дмитрия Викторовича есть личные награды за вклад в развитие автоспорта. Президент группы компании «Атрон» своей активной жизненной позиции подает пример многим людям. И те, кто с детства не был связан с автоспортом, теперь полностью погружаются в него. Я в этом спорте совсем недавно, третий сезон будет всего-навсего. Благодаря влиянию своих товарищей, в частности, Дмитрия Викторовича Малахова, этот спорт меня увлек и вот не может отпустить. Александр Климашин приехал на автодром «Атрон» для тестирования своего автомобиля из Москвы. Он является заместителем генерального директора «Газпромнефть. Смазочные материалы». В прошлых сезонах ему удавалось дойти до четвертой позиции в чемпионате России по ралли-кроссу. Теперь он будет бороться только за победу. Однако с Дмитрием Малаховым ему соперничать не придется. Я в разных классах Дмитрия Викторовича. Мы не соперники, нет. Мы не соперники, мы соратники, скажем так. В этом году оба спортсмена будут бороться за первые места и на протяжении всего чемпионата продолжат делиться опытом друг с другом. Советоваться в вопросах тактики борьбы, траектории трасс. Однако из-за того, что машины разные, технические вопросы обсуждать будет трудно. Главная тактика. После умения главная тактика. Ты можешь быть очень быстрым, но очень быстро уйти с трассы. Ты можешь быть очень осторожным, но будешь очень медленным. Если ты расчетлив и быстр, тебе гарантированы первые места. До начала первого этапа остались считанные дни. 13 и 14 мая на автоспортивном комплексе «Атрон» спортсмены начнут борьбу в первом этапе чемпионата России по ралли-кроссу. На сегодняшний день все моторы проверены, системы безопасности и пожаротушения налажены, а подвески заточены под умения пилотов и под первую трассу. Хорошее покрытие, интересный профиль трассы, траектория. Грамотная, соответствующая стандартам чередования грунтовых и асфальтовых участков. Ну и, собственно говоря, инфраструктура, которая здесь есть, которая позволяет не только положить силы для достижения победы, но и достойно расслабиться после заезда. На автодроме «Атрон» приятно находиться и болельщикам, и тем, кто еще только планирует свое участие в ралли-кроссе. Остается пожелать рязанским спортсменам удачи и побед, с которыми они смогут продолжить борьбу за титул чемпиона не только в России, но и за рубежом. Еще одним увлекательным видом гонок является автокросс, который традиционно проходит в Рязани в честь 9 мая. Сегодня он стартовал 52-й раз. Более трех тысяч зрителей, 90 гонщиков и автомобилей в семи классах. На старт грунтовой Семеновской трассы вышли как крошечные баги, так и огромные зилы. Самой многочисленной категорией участников стали классические заднеприводные автомобили, а за звание самой зрелищной борьба развернулась не на шутку. Свои машины и навыки вождения демонстрировали пилоты из семи регионов России, среди которых Нижегородская, Ульяновская области и Пермский край. Их ждала классическая для автокросса, но весьма коварная трасса. Эта трасса, она скоростная и сложная по-своему. Есть отрицательные углы на поворотах. Кто умеет преодолевать их, тот там выигрывает. Длина ее 1200 метров. Может она укорачивается, чуть удлиняется на примерно 200 метров. Перепад высот до 15 метров у самой трассы. В этом году Рязанский автомобильный клуб выставил своего пилота для участия в гонках. Им стал Олег Королев. На его счету тысячи заездов и почти 30-летний опыт вождения гоночного автомобиля. Опытный спортсмен долгое время ездил на москвичей, а теперь пересел на переднеприводный автомобиль. Заезд получился напряженным, соперники не хотели уступать и постоянно прижимали его к обочине. Поэтому во время обгона Олег зацепил обочину и несколько раз перевернулся. Пилот не пострадал, а вот судьи отметили полет специальным призом. Вторым ехать в принципе даже интереснее. Когда ждешь, ищешь ошибки впереди идущих. Одного обошел, второго в принципе могут обойти, но кругов мало, не хватает. Пять кругов это мало. Раньше мы ездили, восемь кругов было, а сейчас это какая-то быстротичная гонка. К своим полетам Олег Королев относится философски. В каждом втором заезде в полу борьбы пилоты сходят с дистанции или переворачиваются. Ведь времени для медленного обгона просто нет. Команда профессионалов Рязанского автомобильного клуба буквально за сутки восстановила машину. И уже на следующий день пилот вновь вышел на старт. Начав гонку с 10-го места, он финишировал третьим, заняв призовое место. Будем надеяться, что это лишь первая ласточка. Это возрождение старых добрых традиций. Очень радостно, что в клубе появился такой проект, как Турбонусы, который позволил клубу выставить команду на эти соревнования. И, конечно, большая радость, что мастер такого уровня, как Королев Олег, согласился выступать за эту команду. Я уверен, что его участие позволит эти традиции всерьез укрепить. Рязанский автомобильный клуб в прошлом сам становился организатором крупного гоночного фестиваля «Авто и стиль», который собирал больше 20 тысяч зрителей. Сейчас он вновь набирает обороты, объединяет на своей площадке как любителей быстрой езды, так и людей, предпочитающих спокойный стиль вождения. А созданная им программа «Рубонусы» помогает водителям бесплатно пообедать, расслабиться в массажном кресле или сделать по-настоящему голливудскую улыбку, чтобы техническое обслуживание авто было полезно не только железному коню, но и его владельцу. Красота движения, автомобили, минитые гонщики – все это мы продолжим вам показывать с самых разнообразных ракурсов в следующих выпусках программы «Автолайф». А пока, до встречи, пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!